Я думаю, многим программистам знакомо желание создать свою собственную игру, и тут я не исключение. Но так как у меня абсолютно нет опыта в этом деле, я решил прибегнуть к помощи ChatGPT и попросил его помочь мне написать несложную 2D-игру на React.js и упаковать все это в Telegram Mini Apps. А заодно я хотел поверить, сможет ли ChatGPT создать полноценную игру и в будущем заменить программистов. Суть данного видео заключается в том, что я буду строго выполнять те инструкции, которые для меня будет писать ChatGPT, и только изредка буду вносить какие-то правки самостоятельно. Для генерации кода я решил использовать новейшую модель OpenAI под названием O1. Я просто открыл ChatGPT и вписал в него следующий промпт. Помоги мне с созданием адаптации игры Flappy Bird на React.js и выпуском ее в виде Telegram Mini Apps. После минуты раздумий ChatGPT выслал мне структуру моего проекта, готовый код и инструкции, как это работает и как это запустить локально на своем компьютере. Сейчас игра выглядит достаточно примитивно и ей не хватает красок, поэтому я отправился на поиск готовых ассетов для игры. Так как уже многие в интернете успели переписать Flappy Bird на разных языках программирования, от C до Unity, поэтому проблемы с поиском ассетов не возникло. Спасибо этому парню с GitHub, который все удобно сложил в своем репозитории. Так как O1 не умеет работать с файлами и их нельзя направить для анализа ChatGPT, я поэтапно просил ChatGPT включать ассеты в проект, говоря ему их название и предназначение. После таких манипуляций у меня уже был рабочий билд моего проекта, но тут еще не хватало звукового сопровождения. Тут возникла интересная ситуация. После того, как я импортировал все звуки в игру, и описал ситуации, в которых они должны звучать, как мне сказал ChatGPT, игра очень сильно лагала на всех мобильных устройствах спустя буквально 30 секунд игры. Поэтому мне пришлось обратиться к ChatGPT с новой задачей для оптимизации игры на мобильных устройствах. И он мне предложил использовать библиотеку Hovler.js, внедрение которой помогло решить проблему. И тут надо еще сказать, что для решения изолированных задач, как эта, я постоянно создавал новые диалоги ChatGPT, потому что в любом случае текстовая модель прокачивается. И действительно O1 действительно очень крутая модель, которая намного лучше соображает, чем та же GPT-4O. Но проблема контекста остается. Когда мы очень долго ведем беседу в рамках одного диалога по одной какой-то задаче, ChatGPT начинает что-то забывать. И постоянно возникает такая ситуация, когда я ему говорю, блин, давай исправим вот такую-то, такую-то проблему. Он ее исправляет, но во время исправления этой проблемы он удаляет, не знаю, три функции, которые он добавлял до этого. И эта проблема сильно бесит и помогает просто перезагрузка диалога. Мы создаем новый диалог. В этом диалоге мы описываем свой проект, скидываем ему опять же код файлов, который у нас уже есть на руках, и говорим, давай продолжим разработку вот в этом диалоге. Все. И мы дальше до какого-то момента опять, пока GPT не споткнется и не начнет тупить, продолжаем разработку, потом таким же образом перезагружаем диалог. Поэтому всем, кто работает в ChatGPT, пытается на основе него что-то разработать, рекомендую пользоваться таким лайфхаком. После всех этих манипуляций игра уже была почти готова, но оставалась проблема с адаптивностью под различные мобильные устройства. ChatGPT ни в какую мне не хотел выдавать готового решения для этого, поэтому мне пришлось дописывать код самостоятельно. Вообще, я заметил, что ChatGPT отлично пишет код на языках программирования, но то, что касается визуала и адаптивности, или каких-то украшательств, написания CSS, с этим он очень плохо справляется, и тут намного проще сделать это самому, потому что я потратил кучу времени на то, чтобы объяснить ChatGPT, что мне не устраивает и что нужно сделать. Я уже говорил открыто и прямо, что говорю, вот сделай так-то и так-то, но ChatGPT этого не понимает на самом деле, и делает только хуже. То есть каждый раз, когда он что-то пытался добавить, он просто мне ломал весь функционал, поэтому CSS почему-то, ChatGPT пишет по-прежнему плохо. Это тот момент, когда я уже подключился для доведения проекта до какого-то финального образца. После всех внесенных правок, Flappy Bird теперь отлично выглядит на всех мобильных устройствах и подстраивается под разрешение различных экранов. В конце мне еще оставалось немного поработать над сложностью, потому что я хотел, чтобы игра была максимально похожа на свой оригинальный проект, а мы помним, что оригинальная Flappy Bird была достаточно сложной игрой, но при этом я не хотел, чтобы игра вызывала кучу боли и страданий, чтобы человек вообще не мог в нее играть. Поэтому, как мне кажется, я смог соблюсти вот этот некий баланс сложности и сделать игру идеальной для прохождения. Опять же, мне интересно твое мнение после того, как ты попробуешь мой проект. Напиши обязательно в комментариях, если ты помнишь, как была и как игралась оригинальная игра, насколько мне удалось перенести вот эту оригинальную механику оригинала. Я оформил игру в виде телеграм-мини-эпс, и вот как она выглядит сейчас после всех манипуляций. Мне кажется, получилось вполне неплохой результат, учитывая, что на создание игры я потратил где-то 2-3 часа работы. В будущем хочу еще добавить рейтинговую таблицу, чтобы у игроков была возможность соревноваться между собой. В описании под данным видеороликом я оставлю ссылочку на свой телеграм-канал, где вы сможете найти мое вот это приложение Flappy Bird и сами его опробовать. Поэтому, если вам интересно, то обязательно переходите в мой телеграм-канал, можете также на него подписаться, потому что я туда пощу много полезных новостей из мира программирования и технологий, а также ты сможешь первым узнавать о каких-то новостях моего канала. Так что буду рад, если подпишешься. Подводя какие-то итоги, хочу сказать, что мне очень понравилось работать в чат-GPT, и действительно, последняя текстовая модель намного умнее своих предшественников. Но если говорить о том, сможет ли чат-GPT заменить программистов прямо сейчас, тоже хочется сказать, что нет, и, скорее всего, этого никогда не произойдет, потому что по-прежнему чат-GPT необходим человек, который продумает за нее глобально структуру приложения, как оно будет работать, и какие-то проблемы, и краеугольные камни. И опять же, в общении с чат-GPT я понял, что она отлично работает и выполняет какие-то изолированные задачи, но только после того, когда ты ей сам скажешь, что ей нужно сделать, и как ей это нужно сделать. Тогда она тебя послушает, и уже все это сделает за тебя. Но опять же, принимать какие-то решения она самостоятельно не может, поэтому на текущий момент это отличный инструмент, как помощник программистам в написании каких-то своих проектов, с ней очень хорошо консультироваться по каким-то вопросам, и она может что-то объяснить. Но полноценно разработать какое-то приложение, даже такое простое, как вот игру Flappy Bird, она по-прежнему не может. Ну а на этом мой ролик подошел к концу. Если он тебе понравился, то ставь большой палец вверх. Также я буду рад, если ты напишешь свой комментарий, потому что это очень сильно помогает в продвижении канала. А также ты можешь подписаться на мой канал, здесь я рассказываю о программировании и технологиях. Ну а на этом у меня все, увидимся в будущих роликах. Всем пока!